И нам осталось вышить один вот цветочек, вот тут последний цветочек мы вышьем. Он у нас будет немножко расположен в бочок, чуть-чуть смотреть. Раз, два, три, четыре. И вот сюда пятый лепесток будет идти. Я нарисовала вот так схемку, совсем простенько. Направление лепестков только обозначила и все. Но этот цветочек у нас может лечь вот на этот вот листик, поэтому мы начнем с листика, девочки. И тоже будем вышивать его вот этими двумя ленточками. Лента 7 миллиметров. И начнем с листика. По цветочкам объем листиков нам не нужен, поэтому вот эту часть мы вышиваем с вами без объема. А здесь мы можем сделать уже какой-то объемчик. Так. 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 здесь я оставлю для темной ленточки место могу сделать стежок такой ленточный я стараюсь сделать один стежок по длине другой покороче чтобы показать что листик у нас резной здесь можно немножко объем сделать ну вот эту ленточку я убираю и возьму другую вот эту более темную продолжу вышивать наш листик здесь вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я стараюсь уложить ленточки как-то по-разному, чтобы листочек был такой интересный достаточно. Вот такой листок у меня получился. А теперь нам надо посадить его на наш стебелек. Я просто скручиваю ленточку посильнее, чтобы она была тоньше. И вот сюда, в стебелек, все это вкалываю. Все, сильно я не затягиваю, чтобы был такой вот воздух, чтобы она была подвижна. Вот эта веточка мы еще. Ну пока все. Теперь мы вышнем вот этот наш цветочек последний, а потом уже сделаем вот тут тоже чашелистики. И для одного, и для второго. Я беру ленточку, у меня 25 миллиметров. И начинаю делать свой цветочек. Делаю я вот с этого лепестка. Вот у нас раз, два, три, четыре. И этот лепесточек мы сделаем такой воздушный. Ну вот, начинаю вот тут. Вот я прямо через листик. И к серединке. Вот это место я оставляю свободное. Для наших красивых пушистых серединок. Лепесточек надо уложить красиво, объемно. Вот здесь он должен быть объемный. Потому что цветочек не... Ничто не загораживает. Он в оси красе нам предстает. Ленточку эту тоже вот еще раз повторяю. Выведем правильно. Вот сюда. Можно сделать немножечко какой-нибудь лепесток покороче. Один по длине, девочки. Один по короче. Вот как у меня, посмотрите, получилось. Этот короче, этот по длине лепесточек. Мне надо делать их идеальными, такими вот прям одинаковыми. Немножко можно длину делать разную лепестков. Можно вышить две веточки. Тогда у вас будет одна веточка сиреневая, другая белая. Вот как у меня на той работе. Тоже будет очень интересно смотреться. Но принцип вышивки, конечно, одинаковый. Просто вы берете другого цвета ленту. Вот третий у нас еще лепесточек. Давайте вот я его сделаю немножко покороче. Потому что он у нас, ну вот так вот он смотрит, немного бочком. Вот так вот. Вот я его так вот немножко хочу уложить. Вот так, чтобы он немножечко вот туда смотрел у нас все-таки. Не совсем прямо на нас. И вот здесь я делаю последний лепесток. Ленточка должна выйти правильно. У меня она не совсем правильно вышла. Вот так, я поправляю ее, чтобы она у меня вышла правильно. Так, и теперь вот этот лепесток. Должна тоже вот так уложить его с объемчиком, чтобы вот эта вот петелька у нас тут была. Я ввожу в свою гоночку вот тут опять рядышком, с тем местом, откуда вывела вот этот вот лепесток. И вот так укладываю его, чтобы ленточка нашла свое место правильное. Вот так. Вот у нас этот цветочек, он смотрит немножечко в сторону. Все. С цветочками мы тоже разобрались с вами. Можно вот отсюда еще какие-то листики выпустить. Можно тут сделать аппликационные девочки листик. Так, ну мы на этом не будем останавливаться. Теперь мы с вами должны сделать вот тут вот ленточка 4 мм у меня. 4 мм. И мы будем делать вот тут вот шапочку вот для этого цветочка. Мы как раз немножечко его вот так присоберем и закрепим в нужном нам положении. И посадим на наш кобелочек. Я ввожу иголку прямо вот, прямо сюда, в нашу ленту. Я лучше возвращусь. Из центра все равно легче вышивать. Так. У нас же тут будет еще серединка. Поэтому смотрите, девочки, я прокалываю этот лепесточек. Наскрасиво прокалю. И вот сюда вот я введу, чтобы было местечко, чтобы было местечко для нашей серединки. Вот у меня тут место осталось для серединки. Но этот вот лепесточек я зафиксирую в нужном положении. Вот он у меня немножечко вот так прижался. И опять я вернусь назад. Вот сюда. Теперь уже вот в этот вот лепесток я введу. Вот в этот вот лепесток я ввела. Лента тут должна правильно не перекручиваться. Вот что у нас получилось. Мы немножко тут можем поправить, расправить. Вот такой вот цветок у нас получился. Вот мы поддержали своими вот этими вот... Всеми стежками наш цветочек в нужном положении. И теперь я могу его... Теперь я могу его прикрепить к нашей веточке основной. Вот таким образом я сажаю на веточку. Прямо сквозь в наш стебелек. И все. Все, вот девочки, наш цветочек сидит. Вот для этого цветка мы не будем делать. Ее не видно. Вот эту шапочку, цветоножку. Вот как и для этого цветка. Ее не видно за самим цветком. Все. Вот это мы сделали. Немножко подправить вот тут. Вот так вот. Все, что мы придавили, мы должны, девочки, поправить. Все. Теперь нам остались одни наши серединки. Но до серединок мы с вами должны подкрасить. Подкрасить наш цветочек вот тут вот, красненьким. Для этого я беру вот такой темно-красный. Девочки, прям по-сухому. Потому что, если вы намочите, все это расплывется. Я не мочу лепестки и прям по-сухому вот так вот подкрашиваю. На самую-самую капельку воды, чтобы краска вот так ровненько разошлась. Лепесток мочить я не советую. Чтобы получить вот такое яркое пятнышко, нужно работать практически сухой кисточкой. Просто чуть-чуть воды для того, чтобы краска легла ровно. Вот так вот я тут подкрашиваю серединки. Чуть-чуть воды, вот самую, прям капельку на кисточку беру, чтобы взять краску. Ну и в этом цветочке тоже серединка где-то будет выглядывать немножко у нас. Девочки, что должно у вас получиться? Вот смотрите, вот такая серединка. Потому что у гибискуса она действительно вот такая вот точечная, в центре цветочка. И могут немножечко расходиться вот такие полосочки. Вот такие полосочки по цветочку. Вот кисточка тоже практически сухая у нас. Тоненькая, обязательно, обязательно тоненькая. Это у меня единичка. Лучше взять вообще нулевочку, кисточку. Вот у меня нулевочку я взяла. И вот так вот сделать просто вот такие вот штрихи. Такие полосочки. Все. И теперь, девочки, мы берем иголочку достаточно вот большую такую, с большим ушком. И вставляем наши серединки. Как сделать серединки? Внизу под видео есть ссылочка на мой мастер-класс, где я показываю это. Я не буду сейчас показывать, потому что это видео есть. Вот так вот иголочкой я протягиваю, это удобно. Все. И вставляю вот сюда, в серединку, наш пестик. Вот что у нас получилось с вами. Вот такие вот цветочки. Все. Очень жду вашу работу. Присылайте. Мне интересно, что у вас получится. Все. Спасибо за внимание. Творческого вам настроения. Удачи во всех ваших делах. Спасибо. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...